Хе-хей! Мы идем на рынок Хатиква в Тель-Авиве. В общем, с рюкзаком идем, потому что сейчас шаббат. Завтра у нас никаких овощей, фруктов практически нет, поэтому нужно побольше всего купить. Посмотрим, как в Тель-Авиве на рынке. Мы недалеко отошли от дома, и кто-то выбросил вот такую симпатичную тумбочку. Жалко, что у нас нет домика, а так бы я ее себе взял. Прям вот отличная тумбочка. Я прочитал, что есть два рынка в Тель-Авиве. Кармель, как-то так он называется, и вот Хатиква. Пишут, что Кармель, он дороже, и там больше туристов. А на этом рынке, куда мы сейчас идем, он как бы ближе к югу Тель-Авива, там местные по-английски особо не говорят, на иврите, но нас это никогда еще не останавливало. Такой необычный рыжий дом, тут такое окошко, в котором какая-то вода запыленная. Ой-ой-ой, кто-то там взлетел. Ну, в общем, такой необычный домик большой. Ну, это, видимо, там какие-то машиномонтажи, всякие фирмочки, а тут деревянный. Господи. Такое ощущение, что попал в какую-нибудь Касимов, знаете, русский такой городочек маленький есть. Ну, Тель-Авив, это, конечно, все-таки город машин, тут много машин. В магистрали так или иначе пересекают, потому что это центр деловой активности, центр денег. В Израиле, поэтому вот это мне меньше нравится, чем в других городах. Там прошел мимо нас мужичок, он вообще, ну, голый. Как бы в шорты. И мы как бы далеко от берега. Это Тель-Авив, детка. Тель-Авив, самый свободный город Израиля. Вот эта улица отходит вбок, она, собственно, приведет нас ровно на рынок. То есть очень удобно, не заблудишься. Тель-Авив называется Эцель. Такая, кстати, приятная улочка. Она напоминает мне Низерланды очень. Ну, то есть главный плюс Тель-Авива для меня лично, это именно его либерализм. Именно ощущение свободы, ощущение того, что все абсолютно толерантны. Кто ты, что ты. Никто тебе никогда плохого ничего тут не сделает, а скорее просто поможет. В любых каких-то вот, в твоих начинаниях. Вот, и это очень круто. То есть тут действительно ты идешь, и у тебя за спиной расправляются крылья свободы. Именно обычно у меня в Израиле везде, во всех местах, такие крылья безопасности в первую очередь. Я иду такой, я такой довольный, все так хорошо. Но тут у меня, знаете, расслабляется бублик внутренний вот этот вот. То, что вот, может быть, кому-то там, кого-то напрягает то, что я, типа, в шортах. Да, и штукенция в шортах. Тут вот таких мыслей даже просто не возникает. То есть ты себя чувствуешь, что тут абсолютно, ну, такой самый европейский город, самый ветер свободы в ушах. Хотя тут, наверное, тоже есть какие-то религиозные кварталы. И вот мы проходим мимо синагог и все такое, но это Тель-Авив, детка. И тут это как... Такое ощущение, что ты попал, знаете, вот на какую-то такую планету, где собираются инопланетяне со всей Вселенной. Знаете, вот в каком-то таком, ну, как вот в «Звездных войнах». Помните, кантина? Вот, кто смотрел «Звездные войны» или играл в игры по «Звездным войнам». Вот, тут вот это чувствуется. Тем более, Тель-Авив-Яфа, это же тоже, получается, два мира соединяются. Арабский и еврейский. А вот, и тут как бы люди со всего мира. Все цвета кожи, все разрезы глаз. И все себя комфортно и хорошо чувствуют. И тут очень хорошо снимать видео. То есть ты идешь и абсолютно, ну, не паришься вообще. Вообще. То есть я помню, когда я приехал даже в Хайфу, например. Казалось бы, Хайфа. Ну, там, в общем-то, и так вот. Там по-другому все-таки. А тут просто. Тут как бы более свободно, чем в Хайфе. Хотя Хайфа, это тоже, наверное, после Тель-Авива номер два город по ощущению вот этой свободы. И мы пришли, собственно, на вот этот вот замечательный Хатикова-маркет. Народ тут покупает по скидке хлеб в больших количествах. Потому что сейчас шаббат начинается, хлеб его отдают задешево. Ну, тут много чего есть. Похоже на рынок Иерусалима, но более, все-таки, меньше туристов и более просторно. Более так цивилизованный, я бы сказал. Тут все время моют полы такой специальной пеной и прилавки. В итоге это выглядит довольно необычно. Вся пена скапливается внизу. Зато практически ничем не пахнет, кроме продуктов. А вот и отдел, где фрукты, овощи. Отличие от рынка Иерусалима в том, что тут очень много музыки. Мы уже закупились по дешевке по трехе за кило томаты и огурцы, по шестере. Очень хорошие яблоки. То есть тут очень хорошие цены. Авокадо. О, сколько? По пять. Очень хорошие прям. Штукенция сейчас убирает мне в рюкзак покупочки. Взяли еще апельсинов по трехе. Очень хороших апельсинов. Крупных, шикарных. Так, всего лишь 3 шекеля за кило в магазине. Такие, ну, не знаю, 8, наверное, стоят. Штукенция набирает нам перцев по пятере. Ну, это, пока что, самые дешевые перцы, которые мы на рынке видели. Наверное, может, дешевле можно найти, когда он будет закрываться. Такой тут попугай огромный сидит. Смотрите. Ничего себе. Какой красивый. Мне кажется, такой может и цапнуть, как следует у вас. Взяли себе еще свежейшего хлеба. Он прямо горячий. Пит. Ну, что, мы даже купили себе рыбки еще. Тоже дешевле, чем в магазине. В общем, она тут. И я иду с полным рюкзаком. Ну, что, вот мы возвращаем. И я, в общем, со своим гигантским совершенно рюкзаком. Крылья свободы. В общем, они где-то растопырены, но я их подсложил немножко. Потому что рюкзак тяжелый, блин. Но я в своей жизни с рюкзаком еще за продуктами никогда не ходил. То есть, это ноу-хау в Израиле. Чтобы закупиться на неделю. Идешь, знаете, со своим там 80-литровым рюкзаком. Вот эта вот улочка, по которой мы идем, по ощущениям, это не Тель-Авив, а скорее Хайфа. То есть, вот именно домики, магазинчики. Оно такое все обшарпаненькое, Хайфское. То есть, все-таки у меня все равно слово Тель-Авив ассоциируется с небоскребами. Но эта ассоциация получается неправильная. Потому что, на самом деле, небоскребы, они на относительно таком, ну, небольшом участке города. А в основном Тель-Авив, он тоже малоэтажный. Вообще, сейчас вот перед шабатом потихонечку улицы успокаиваются. И тут уже, в общем, такие единичные прохожие. Сегодня у нас такое меню. Рыба с рисом и авокадо. Странные люди едят авокадо. Они же безвкусные вообще. Я не понимаю, в чем фишка. Тель-Авив, город контрастов. Такое нагромождение всякой чепухи на крыше, смотрите. Прям целый город из металлических конструкций. Такое нарядное геометрическое граффити тут. Вообще. Ну, вот мы продолжаем путь домой. Вот так вот эти домики рыжие выглядят с другой стороны. А вот наш парк Минахим-Бегинский на выходных пахнет шашлыком. То есть сейчас вот шабат идет, но пахнет шашлыком, потому что это Тель-Авив. Народ сюда приходит с семьями, с детьми. Ну, в общем, как обычно в любом таком, такого типа парке. Кстати, вот есть такой налог на одноразовую посуду, потому что очень многие люди очень любят в Израиле одноразовую посуду. И вот поднимали на нее налог, а сейчас снова опустили. Фишка в том, что в шабат люди, которые религиозные, им же нельзя работать. Поэтому очень удобно в шабат есть из одноразовой посуды. И она была супер популярна. Это вредно же для окружающей среды и вообще. Вот, поэтому тут поднимали налоги. Но сейчас уже, так как пришли к власти несколько религиозных деятелей, обратно его опускают. Тут, оказывается, есть еще и зоопарк. Бегают курицы, какой-то олененок. Такая процессия. Я столько оленей в жизни не видел. Офигеть. Что-то им там принесли сено. И вот они его едят. Интересно, что в этом зооуголке есть совершенно разные животные. И птички разные, и страусы. Есть даже козлы огромные, и оленята. В общем, совершенно удивительное место, где можно посмотреть, как кормят животных. И они близко-близко к тебе ходят. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Вау, ничего себе. Смотрите, какие корни у дерева. Вот такое дерево. На взгляд, первый обычное. Но от него расползаются вот такие необычные гигантские корни. Я такого никогда в жизни не видел, честно говоря. Вот, первый раз такое вижу. Они огромные. Наверное, это какая-то особая порода деревьев. Такая штука, как космические корабли Звездных войн. Это просто какой-то мусорный контейнер. Но выглядит он очень футуристично. Да? Сейчас прям взлетит, и лазерами будет пиу-пиу-пиу-пиу. Такой у нас домик. И, кстати, я вам не показал еще. Ну, тут мы с этим работаем целыми днями, да? А тут у нас ванна. И можно увидеть, как поросят очистят зубы. Я только что почистил. И вот так можно друг другу лапки пожать. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так вот. Такая вот у нас хорошая норка. Да? Да?